КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ Впервые прозвучав в далеком 27-м, это новое слово звало в будущее, указывало крестьянам путь в социализм. И вот первые трудные годы позади. Более 200 тысяч колхозов уже создано в стране. Все больше техники получает деревня. Нелегкими путями утверждалось новое, ведь перекраивался тысячелетний уклад крестьянской жизни. Молодые еще колхозы, невеликих опыт, и каждый день рождают новые вопросы. Как правильно организовать труд, распределить доходы, как использовать технику. Большую роль в переустройстве деревни сыграли МТС. В соответствии с договором, машино-тракторные станции обеспечивали колхозы различной техникой. Работники МТС, посланцы партии и рабочего класса, показывали крестьянам примеры нового отношения к труду. Как укрепить колхозы? Этот вопрос постоянно в центре внимания партии. При МТС создаются паритотделы. Сюда были направлены 25 тысяч коммунистов. Они несли слово партии труженикам земли. Люди социалистической деревни. Имена многих из них стали легендой. Паша Ангелина организовала первую в СССР женскую тракторную бригаду. Звеневая Мария Демченко собирала с гектара по 500 центнеров свеклы. Комбайнер Борин предложил убирать хлеб и ночью при свете фар. Выполнял в сезон 6 норм. Колхозник. Это было уже не просто новое слово. Это было звание. Какой огромный путь прошла деревня. 35-й год. Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников. Пора обобщения опыта, подведения итогов. Примерный устав сельскохозяйственной артели, принятый на съезде, стал законом колхозной жизни. С каждым годом крепла экономика колхозов. Росли урожаи. Значит, полновеснее становился трудодень. Последние крестьяне-единоличники вступали в колхозы. К концу пятилетки уже 93% крестьянских хозяйств слились в единое колхозное поле. Это означало полную победу колхозного строя в стране. КОНЕЦ Продолжение следует...